привет you привет серёжа приветствую также всех зрителей подписчиков канала сергея попова сергей канала сергей попов когда вы сергей попов канал имени москвы канал имени сергей попов канал попов надо вот так назвать мне кажется это более современном и ладно как тебе у нас у меня в гостях но я здесь не был это такая студия очень интересная красивая у тебя дома там вечно был и на кубани помнишь тебя был дома у тебя там по моему студия прямо в доме была здесь такое отдельное приличное очень помещение и на радость мне столько много образцов удилищ спиннинговых фидерных полоночки он даже стоят я вижу и увидел как какие этапы проходят фидера земикс и удилища митсуи до того как появляются на прилавках меня это радует когда когда много при серийных моделей с разными модификациями это значит что над продуктом кто-то думал и на современном рынке это очень важно надо над продуктом думать друг мой а ты вообще хороший друг но я считаю что я хороший твой друг да а если не мой вообще-то своих друзей ты хороший друг тебя любят друзья боятся или уважают я надеюсь что любят но в то же время боятся и уважают тоже есть такая одна как черта я очень просто дико не люблю разговаривать по телефону и для меня телефонные разговоры там длительностью больше минуты это просто ужас и ад просто не люблю мне звонят редко рассказывают чем между собой там придумали обсудили это все формате минута я где-то там еду за рулем игре да 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 класс супер все давай зала нормально нормально как дочь а все хорошо пока и даже и мама так звонит как зала нормально ну у меня тоже нормально давай пока 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 но все-таки личное общение это личное общение но встретиться посидеть поговорить мне кажется даже некоторые вопросы можно отложить обсуждение по телефону пользу того чтобы лишний раз встретиться поговорить а ты сейчас за рулем на машине стопе да конечно жалко то беда тебе сейчас бы проверил какой-то хороший друг они не не надо за рулем еще ехать еще пробочки впереди вашим московским еще в москву то не въехали я понял тебя слушай ну давай поехали с самого начала так и как я стал на этот на этот опасный путь эту скользкую дорожку да как я бы даже сказал хлипкий мостик хлипкий мостик да может быть рыбалкой увлекся не так давно в 11 году 2011 всего лишь там восемь лет назад не было у меня такого периода что я с детства там с батей с батей конечно ходили там карасе чё-то на гусиное перо половить на поплавок но это было очень редко и я этим не болел совершенно я болел учебой болел спортом плавал там до уровня там кандидата в мастера спорта до десятого класса вплоть потом он учился в университете и потом как-то во время учебы в университете когда там все стало на тот уровень когда нужно само как-то учиться все налажено что-то сел у нас форум такой есть брик зачитался про рыбалку случайно попал совершенно и за зиму стал экспертом теоретикам фидерной ловли и практически сразу ты ворвался сразу в спор получив весь необходимый багаж знаний свой первый турнир помнишь хорошо да свой первый турнир кстати на удивление помню отлично хотя у меня память очень такая куриная короткая первый турнир мой был витебске организован витебским товарищем я учился просто витебском медуниверситете и мы там с игорем бензиковым вдвоем дебютировали заняли третье место словили по какие-то по килограмму рыбачки так здорово было что ловилось по моему к это плотвичка мелкая иногда густерка маленькая на стоячке ты представляешь какая она изощренная такая густерочка как и надо ловить когда ты почувствовал свою и как узком так спортивную силу но грубо говоря когда вот этот лещевый тестостерон из тебя начал выпирать когда как выглядела вот это первая в команда в которой ты ощутил вкус вкус спорта именно да вот когда кураж поймал первый первый год я отбегал нас еще тогда двойки были я отбегал тренером и там где-то заняли третье место там на саже и тогда уже почувствовал что наверное я могу садиться и ловить так как ловят там но это знаешь наш ну спорт фидерный очень сильно прогрессирует очень быстро учитывая что там еще каких-то 9 лет назад сидели ребята на стульчиках таких раскладных с одним ведерком с фидером сейчас это даже на любительских соревнованиях платформы кресла там запасные удочки тут надо быть очень сильно в теме а тогда было немножко проще можно было с одним удилищем выходить в тур и это было нормально у меня было на два удилища тогда ну и тогда я научился ловить одной удочкой в метро не надо 10 снастей люблю отловить тур одной удочкой знаешь ли это значит что владеешь снастью хорошо и в принципе ловишь тоже неплохо вот ему можно можно смело назвать тебя человеком который помнит старые времена белорусского фидера новые времена наблюдает но я так понимаю я могу с уверенностью сказать что есть понимание там и российском и украинском фидерном слеже они да как считаешь кто круче ловит старые ставят старики или новое поколение чем они отличаются принципиально я тебе скажу так что самый самое начало я не зацепил начала фидерного спорта там я по рассказам они не знаю от саши волкова моего хорошего друга который тогда там стал сейчас организатор клубка дружбы его все знают на постсоветском пространстве саша там двукратным чемпионом что-то стал он говорил тогда был спорт простой то пачку сенсы купил тот победил потому что да еще кашами кормили там были разрешены повод даже те пружины там дикие вот те моменты я не помню а вот так серединке до сегодняшнего времени слежу за всеми движениями за всеми рейтингами очень интересно за российскими рейтингами смотреть теми таблицами все время новое возникают какие-то фамилии имена уже стараешься там соцсетях посмотреть кто это что за человек как он ловит если удается поэтому я слежу стараюсь быть в теме потому что если ты ну там отошел в сторону там на два года то ты потерялся и много людей которые начинали это движение в беларуси они уже потерялись на него ушли из спорта по тем или иным причинам ты еще не планируешь а кто-то и жизни ушел это грустно я не планируешь из жизни а из спорта еще не планируешь какие планы вообще вот не 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 я не планирую я смотри я работал врачом-психиатром в психоневрологическом диспансере грубо говоря в течение там трех лет и когда я маме сказал что мама я наверное ну не буду больше работать с врачом-психиатром о чем ты будешь заниматься там отдельно уже жили со семьей было игре я рыбу буду ловить ты представляешь там шесть лет образования там и прочее и тут чувак идет ловить рыбу типичный клиент ну да то есть что-то не то она там тоже думала что надо начинать в кашу подсыпать какие-то таблетки может быть и мы тогда получается фидербай сколотили и я моему давнишнему другу очень хорошему человеку юрия николаевна кубе юра я ухожу если я чем-то занимаюсь то этим занимаюсь всерьез и только этим я ухожу в рыбалку я буду заниматься рыбалкой пока мне это не надоест мне пока не надоедает и я планирую здесь оставаться здесь развиваться и добиваться нельзя достичь высоты вот все я там даже если ты стал чемпион мира в личке то ты не достиг там высоты потому что на следующий год придут молодые ребята и тебя в конфузную ситуацию ввиду да потому что устарел то я смотрю на вальтера тамошу который вывесил 34 фипсовские медали за 21 год я думаю вот я хочу быть таким неугомонным с 21 год спорта 34 медали фипс вот это уровень по видео вальтера я учился замешивать прикормку сенсас да и вообще для своих будущих для своих будущих на тот момент я еще не снимал видео на ютуба но до своих будущих роликов манеру подачи замеса прикормки вот я подсмотрел именно у него у него была великолепная серия из трех роликов посвященных матчевой ловли где он круто мессил круто ловил и вообще конечно это очень матерый дядя ну я-то смотрел а многие же думают что это стиль сергея попова а все же то есть тех тех кто сперли это у сергея попова не знают что он спер это у вальтера но там есть чему получиться сейчас не только у него сейчас слава богу развивается все это благосфера компании рыболовные вкладывают фильмы в youtube контент видео и поэтому сейчас там есть такое посмотреть за границей у нас когда смотришь за голову хочется взяться тому некоторых там их полет мысли не понимаешь а там некоторых тоже ребят там тоже есть такие у нас было блогеры как я типа вот когда англичане начали снимать ну и много других чехи начали снимать там есть чему посмотреть получится ты сейчас активно развиваешь я такой даже не один youtube канал то есть у вас есть твой рабочий канал да есть твой собственный канал вот ну а деталях и нюансах этой стратегии я спрашивать не буду это момент специфический а вот мне вот интересно другое ты пытаешься угодить аудитории в какой-то степени наверное да ну наверное наверное да я скажу потому что но если я вижу что тема не раскрыта и она ну как лишь по комментариям вопросы которые очень часто спрашивают и хочется снять видео на эту тему и рассказать свои мысли по этому поводу потому что помимо ютуба и его комментариев которых я уже на сегодняшний день не успеваю отвечать есть фейсбук есть вконтакте есть инстаграм есть одноклассники в которые я вернулся кстати подписывайтесь на меня в одноклассниках и там сыпется столько вопросов серёга но ты ты знаешь тебе же тоже сыпется у меня было я один день замерил за посчитал все вопросы получилось 150 вопросов если я ставлю вам лайк знаете что-то я сейчас сижу на горшке в это время да это не утрирую я дома иду сажусь на горшок извините уже не отвечаю на вопросы какую диаметр шок-лидера подобрать под это и поэтому когда таких вопросов однотипных много я стараюсь снять видео и потом просто отсылать к этому видео ссылка это намного быстрее чем 500 раз одно и то же раз писать я думаю что эти вопросы тоже буду постепенно потихоньку закрывать но будут появляться новые это движение вверх люди учатся ловить рыбу любить природу любить рыбу любить это занятие этих людей становится все больше я этому очень рад по поводу нашего коммерческого канала который салма канал сейчас алма беларусь там вообще идея простая у меня великолепный босс который сказал нам не надо там снимать рекламу еще что-то давай повышать культуру рыболовства посредством своего видео когда рыболовы будет становиться более подкованными продвинутыми культурными они будут покупать более качественные товары так и есть хорошая задача правильный курс скажем вот если бы ты видел свой идеальный фильм скажем так тема которая тебе достаточно именно по-настоящему интересно к примеру например тебя есть возможность снять фильм и рассказать там о том как вязать там патерноста снастку с пружиной понимаешь там или патерноста и забивать с него дороговую маку да 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 или как там правильно и пилять макуху на сазана вот а можешь ты например поехать и снять фильм там по ловле там не знаю там джетти где-нибудь на альфонсо тоби недалеко от побережья сомали вот каким видишь ты свой рыболовный видос который на самый матерый вот где что какую рыбу ловим смотря каких целей преследовать я знаешь все время по жизни иду маленькими шажками у меня цели такие простые планы недалеко идущие на этот год очень харать хочу неман разловить по головлю есть словить трофейного головля на фидер хочу словить трофейного головля на спиннинг увлекся осенью спиннингом уже имею восемь спиннингов и пока ни одного замикса но я думаю мне подарит сейчас куплю какой понравится вот такие у меня простые планы я не вижу какой-то идеальный видос и не понимаю что такой идеальный он одному человеку интересен один ставит палец вверх второй ставит палец вниз я по своему каналу когда это вижу соотношение что 99 процентов поставили палец вверх один процент поставили вниз один там почти всегда есть я понимаю что все делаю правильно или как я с выставки с позапрошлой на 360 снял на вот эту самсунг там надо было по экрану по ютубу мышкой водить чтобы посмотреть по сторонам а там не доперли половину там в комментариях нагадили дизлайков понаставили но значит такому видео быть еще рано потому что ну реально не допрут что надо покрутить и посмотреть я хочу снять на более качественное оборудование рыбалку в 360 градусов с разных ракурсов чтобы можно было одеть очки виртуальной реальности и смотреть как я смотрю там допустим за вершинкой за природой как происходит поклевка за этим будущее по-любому порнухла же уже у нас кстати такая идея тоже мы рассматриваем мы увидели одно очень интересного доктора который так снимать свои операции это будет прям полное присутствие там но но это классная тема но она в будущем то есть тема на этот год такая 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 мне надоело одному там рыбачить или рыбачить не показывать с кем я рыбачу в этом году я хочу много много коллабораций на приглашал там друзей меня на приглашали списался там со всеми там рыбалку с блогерами с популярными рыбалка с людьми которые меня приглашают на рыбалку сдают хорошее место рыбалка со своими сокоманниками плечо к плечу вот это вот в этом году будет больше таких видео мне такие какие-то планы идеальное видео я не знаю это идеальное видео судя по количеству просмотров это ошибки новичков приловленных или как он там называется согласен бывает видео вот попадает в душу рыболовом и и все и порой понимаешь что свои же собственные у каждого блогера есть такая тема есть видео которые любишь любишь ты свои собственные которые тебе нравятся считай что они удались а есть видео которые любит зритель и очень часто они например разнятся ну у меня вот например ловли головля на кузнечика прошлом году очень душевная рыбалка очень классно снятая мне понравилось там мы все в воде были по пояс ну я понимал что но это не стрельнет в топ она получилась хорошая душевная где основные комментарии такие блин я же с батей 20 лет назад точно так ловил вот это все отдушина если мне будут там на меня нападет какой-то флешмоб который мне будет писать сними как горох забивать смактуху я никогда не буду этого делать снимать что я никогда так не ловил я не знаю вообще принципов этой рыбалки зачем на данный момент у тебя есть твоя команда операторская какая-то или это разные 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 команды короче когда но до прошлого года операторская команда вся моя была вот та что перед вами то есть я там своими клешнями сам что-то снимал со статичных камер своими клешнями монтировал все это у меня там 12 часов на 100 на стареньком ноутбуке кодировалась куда-то заливалась там жуткие дефокусы и прочие качество картинки но прошлом году мне мне не могу про это человек сказать что мне купили оператор не моего товарища взяли на работу к нам в компанию который снимает теперь монтирует на мощном оборудовании мощь мощным оборудованием снимает и мы уже по картинке становимся все лучше 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 нам есть куда расти потому что мы любители мыши не не профессионал хор имени турецк вот беларусь славится лещами я половил лещей в разных странах точнее как в разных громко сказано но я имел возможность половить лещей в странах между которыми есть граница и должен сказать что самые матерые вещи ну и повсеместно распространенные они конечно находятся в беларуси твое отношение к ловле этой рыбы у тебя есть какие-то твои фирменные фишки при ловле леща ну у меня наверное да есть я очень люблю ловить леща причем у меня нету рекорда по лещу потому что мой подход сегодняшний он не тот чтобы словить трофейную рыбу насколько я это вижу мой подход чтобы словить такую массовую из стада рыбу которую поставить просто ее там выдрать посадить садок и потом отпустить обратно переместить ставят садок и обратно уловы там по 60 по 70 килограмм за пять часов не редкость я бы не сказал что в беларуси их очень много этих лещей они конечно есть они есть и хорошие особи и трофейные особи чё там за вопрос как леща ловишь фишка кормить это фишка кормить если чтобы ловить леща стабильно одного за одним его надо кормить и это уже там там люб там уже вариации возможно горохом кормить еще чем-то там живым компонентом его надо кормить если ты хочешь ты можешь поймать одного как правильно как правило улов начинающего фидериста это 10 густерок один лещ один лишь попался когда он там закинул пошел там отошел вернулся 15 минут удочка лежит он там его вытянул да и потом старается леща леща а не получать и вот мастерство в том числе соревновательное его поставить и начать его драть на клубном чемпионате я кому не скажу никто не верит что матюшков ловил поводком 0148 это же такой грибной канал в беларуси это европейский канал в котором очень доморощенный лещ которого надо там прям чуть ли я не знаю чем привлекать да нифига обычные леща к нему просто подход на такой надо учиться поставить рыбу они учиться умолять одного который случайно проплывает клюнуть вот такой подход у нас командир поэтому я всегда очень смеюсь со словом перекорм для меня перекорма не существует перекорм рыбы в воде ну подходя к теме клубного чемпионата мира еще раз хочу поздравить вы ныне действующие чемпионы молодцы клубном зачете да спасибо в зачете это было дело чести на домашнем водоеме и победа ваша была убедительная не на тоненького расскажи как вы готовились много ли у вас было тренировок тренировок было очень много к тренировке были не только на грибном канале так как это клубный чемпионат мира и там состав 5 спортсменов мы пригласили нам в клуб нас клубного движения в беларуси нет у нас команды считаются но команда из четырех человек нас четыре с четырех спортсменов мы пригласили к себе игоря матюшкова который сейчас уже в этом году будет фидербай выступать мы пригласили тренерский штаб максима липиева володю рачука сашу чиндыря очень много людей собрали которые нам с дружны и которых мы видим как профессионалов и мы начали тренировки еще ну очень очень рано скажу еще до нереста леща мы начали тренировки была даже одна тренировка когда мы приехали но есть чтобы представляли люди кто не в курсе грибной канал основная акватория обводной канал есть где байдарочник там возвращаются куда-то и мы сели там возле табло не знали где зоны будут размечены потому что разная была информация что асфальт начнут пасть или еще что-то ограничены были тросом вот первый в 21 метр хотя на чемпионат уже сняли все тросы можно было там хоть на 70 хоть соседа напротив можно было шмалять и мы приехали на одну тренировку сели прям возле трибун где награждение там глубина такая хорошая 6 метров и я такой что подготовили все это дверью багажника плясь его в одном канале как будто как будто не знаю 10 бомб взрывается рыба вся в одном на нересте он просто изрывается потом повторяли просто стояли угорали а мы пытаемся его на глубине где его нету это тренировка такая была она не получилось мы поняли что недельку надо не потренироваться тренировались и на другом водоеме потренировались под руководством максима липиева но у него подход очень хороший это тренировки от выставления платформы по секундомеру и полного оборудования у меня кстати рекорд 7 с половиной минут от сложенного до разложенного запасными палками ну не заклипсованного конечно и тот до темповые ловли чего-то там но очень хороший подход и потом естественно 2 2 недели перед чемпионатом мира канал закрыт для всех мы тоже не имеем возможности тренироваться мы приезжаем все тросы сняты у нас доступна такая акватория огромная на которой мы никогда не на чемпионате беларуси не на тренировках не ловили потому что все время тросы натянуты у нас куча травы ковер перед ногами которые там ползали вычищали вот так наматывая на руки и мы начинаем имея конечно информацию имея опыт на этом водоеме начинаем тренироваться с одной лишь мыслью что мы но не имеем права если мы на домашнем водоеме проигрываем занимаем место отличное от первого то значит мы плохая команда плохой клуб если мы выиграем то все отлично мы выиграли я считаю что все отлично и по праву фидербай на этот момент лучший клуб в мире по официальным фиксовским меркам но все остальные считают что просто повезло не все остальные считают что конечно у себя дома на шару и прочее это нормально это же спорт тут нету друзей вокруг враги я тебя понял слушай скажи процессе тренировок вы достаточно быстро вышли на рабочую схему или же канал очень разный канал очень разные сектора очень разные рабочую схему мы вышли быстро мы не запаривались с поиском прикормок и прочего то есть как бы мы все время на сен со словом команды сенса с рыбу ставил ловил с животным компонентом пришлось чуть-чуть там подкорректировать разобраться но тем не менее там когда в пятницу саша чендер показал ну тренер просто вот он тренера от бога общая стратка 48 попал общая 48 листов полная списано каким-то схемами секундами когда у кого где слева справа он это анализируется и потом нам выдает уже там на блюдечке супер здорово пришлось подстроиться в турах не все получилось не у всех получилось но у кого получилось то получилось вот так и многие это видели у кого не получилось там как у меня во втором туре я в первом туре сажусь делаю все грамотно и получаю после полутора часов три поклевки на которых поочередно у меня выносят поводки 0128 0138 0148 на поклевки выносит рыбопроводки но там какие-то наверное эти карпики которых там очень мало но они вот в той зоне попадаются вынесли просто я слил три рыбы в этом садке что-то с гульки нос я не отчаиваюсь я знаю что сейчас сейчас придет вещь он пришел на второе место что в зоне наловил а немец который поленился косить траву справа немцы очень мощные были на нашем чемпионате во второй день они это всем доказали побросал вот такую косы нику знаешь забрасываем в эту гущу что-то там потягал и трех вещей из пяти там слил если бы он их бахнул там такие свинец далека были очень-очень классная рыбалка мы ее тоже посмотрели мы ее запомнили мы попробовали мы будем у них опыт ловли лещей в каналах огромный дай у всех европейцев но как я уже говорил лечь на грибном канале он такой простофильный в этот период когда он отошел от нереста ему хочется жрать он очень простой с живыми компонентами ты говоришь что мне приходилось подбирать я видел стоя координатором за спинами у вас стартом за корме личное количество красного умершленого опаре лично я завожу кормушку вот эту ведро и чё-то пошло не так четвертая или пятая просто пробка выпадает и на асфальт перед тренерами которые здесь это выпадает все мы весь мой состав моего за корма это упс перезабиваю до красного опаря было очень много топкано я тебе должен сказать самое смешное я стоял там сидите тренеров и не поверишь ни один не обратил внимание они просто продолжали спрошу то ли рядом рядом кто-то пёр леща то ли что-то происходило но смысл того что это просто кусок валялся и я направо смотрю налево вообще всем пофигу я подошел его взял и унес мы пришли разобрали корм я тебя видел как удалялся да корм разобрали этого корм простой согласен все просто да мы до такой живую мне один мой знакомый по секрету дал инфу не буду называть тебе его имя а то вы его убьете вот короче юра лесовский которого ты потом тот корм и купил слушай но с опарем понятно так а чего то опарь то нужен то был ты хоть поведай людям потому что сейчас многие этого опаря начали пачками убивать умершлять топить и гасить мочить ну скажем так тема с опарышем на этом водоеме актуальными долго ее исследовали как и с червем потому что там и червь играл значение в турах и вид червя и какой червь был и как его подавать но именно красный опарыш учитывая что подход рыбы не везде был быстрым крупной рыбы целевой леща то есть мы как-то считаем по-простофильски что красного опарыша мелкая рыба менее охотно выжирает и когда крупная приходит там что-то есть то есть стратегия была такая что вы просто надеялись что до прихода леща там что-то долежит да потому что но можно приманить леща какой-то там ароматикой пылящим чем-то его задачу удержать и заставить его клевать тогда когда ты хочешь на то что ты хочешь потому что наживки там на ловлю этого леща который стал на точку его много они были дичайшие там три кастера два опарыша и закрыть остальное еще мотылем чтобы такая что он быстрее просто жрану когда у него вот это вот эйфория от того что есть еда и что ее многое надо рыть быстрее чем другие тогда и поводок 0,20 можно ставить и крючок такой а не высиживать но это вообще не наша схема высиживать леща на тонкие поводки в период когда он активно хочет жрать есть другая тема это осенняя ловля кубок дружбы и там другие турниры еще некоторые проходят когда такие там гуру грибного канала скажем как Игорь Матюшков как Юра Николаевна когда Игорь приехал посмотреть как Юра там ну на любительском турнире ловит у него что-то не ловится посмотрел что на точке но постоял за спиной говорит Юра поставь поводок там 0,07 метр пятьдесят одного мотыля Юра говорит Игорь я знаю что клюнет лещ но я его не вытяну ну поставь ставит кидает в точку в которой 40 метров не было рыбы у него нападение там клюет какой-то вялый лещ и он его по-моему даже достал ну то есть грибной канал конечно наш домашний водоем но он не знаю какой он будет следующем году ну как однозначно есть самая стабильная штука на грибном канале это плохая погода на кубок дружбы а ты знаешь для нас вот про кубок дружбы многие там вот что-то фидербай слетели вообще для нас кубок дружбы это такой кайф это 15 километров от дома много ребят много хочется пообщаться поговорить а ловить как я говорил ну мы выиграли у нас есть в команде личное золото командное золото командное что-то третье место какое-то ну для нас может быть так и нельзя говорить соревноваться конечно нужно всегда с запалом и желанием выиграть у меня просто бывает такие бывают такие сезоны когда ребята уставшие от ловли мелочи от каких-то диких условий я говорю давайте полуем леща мы пока солнечные тренировки ловим леща а что в туре взятки попробуем ловить леща знаешь он не будет клевать у одного кого-то там клюнет остальные посидят а потом уже на было один раз такой во второй тур уже просто от холода налупили подлещик с 11 на третье место как-то впрыгнули там налупить подлещика не очень интересно для нас чем сейчас команда кстати за микс такая есть амбициозная которая два раза уже кубок дружбы по-моему выигрывала мы на окунях они на окунях они там ну молодцы это это спорт я согласен это спорт но этот спорт был когда гера приехал и говорит блин наверное юра говорит мы последний раз приехали вот эстонцы на кубок дружбы говорит ну что мы три раза выиграли и как-то неинтересно говорит уже есть я пацану говорю ну в этот год надо геру чпокать садимся чпокаем гера привет и гера с интересом на следующий кубок дружбы опять приезжает ну я к эстонии имея непосредственно отношения здесь я хочу чтобы понять поняли это не то что мы там играем мышцами типа мы как ловим на грибном канале мы там всех типа отдерем при любых условиях никогда в жизни это рыбалка и может случиться так что мы в своих же гнилых стереотипах которые там просто в мозгах закостенели улетим так что мама не горюй стереотипы самая проблема почему почему новички молодые хорошие ребята которые ну молоды в спорте почему они часто показывают классный результат у них нету в мозгах вот каких-то блин а это ж нельзя делать это же так так же лезь не клюет лезь же на крючок с колечком не клюет ты знал только с лопаткой этот дебилизм который сейчас из ютуба от всех спортсменов идет там что надо пять видов аром мешать между собой там чтобы получилось непонятно пять видов прикормки и прочее и вот неокрепший ум это смотрит повторяет у него ничего не получается слушай а за счет стереотипов что ты делаешь пишешь сразу первое что делаешь когда даешь лещу по губам на точке а где на речке или на стоять на канале а на гремном канале ничего закидывать то же самое и чё клюет люб сразу бывает царя как дал если он там не почувствовал а как ты понимаешь почувствовались а ну ты чувствуешь упс кто-то получил кто-то дернул ему мог да стану но если уже со второго нету тоже надо его пытаться обратно и часто осенью осенью поздней это вообще не получается это если один раз там дал то можно как бы идти плату ловить а летом достаточно часто с не успел далеко отскочить его можно с активизировать но когда хорошее понимаешь обидно что кубок дружбы осенью блин после нереста в начале лета в середине лета там рыбалка совершенно фантастическая которая и чемпионат европы по поплавку вот эта битва тактик там плотвы против лещей первое место на плотве второй ночи там классный выдаем но не осенью ну а что насчет плотвы на плотву ты прикормка соленая сладкая или нейтральная это есть стереотипов на плотву я всегда считал и продолжаю считать что на плотву панировочный сухарь с опилками и с песком такая же классная прикормка как сенсус гросс гордонс если ловить плотву рыба кстати но плотва это подача это вот набор характеристик темп объем частота подачи и как все любите говорить презентация презентация насадки рыбе хотя презентация такая когда латыши однофамилиц мой лисовский сыр брат его карлис сказали мне как они на кубке дружбы на плотве зону сделал и нормально ребята нам есть чему учиться там ловля на счет без поклевок без ничего вот такой нормальный плотвы одной за одной это наша тактика мы так как у нее ловли никто этих поклевок ни разу в жизни не видел да не смотришь а ловлю клейки там на 7 подсекай забрасывай слабину главное делай слабину чтобы кормушка падала вот так поводок за ней делал вот так вот и тогда на 7 подсекая но это же спортивные фишки я к чему кстати про youtube упомянул что я же смотрю весь youtube и там иногда вот деятели youtube от спорта такое выдают в неокрепшие умы любителя что поэтому я считаю что спорт и спортивное видео вредят обычным людям которые хотят кайфануть на фидерной рыбалке можешь раскрыть эту тему каким образом вредят лишней информации там не то что лишней информации там информация который принципе но ее нельзя подавать в массы то есть она очень узко специализированная и она на обычные рыбалки у нас обычный рыболов но на мой зритель твой зритель ты же не спортсмен думаешь тебя там смотрит кто-то из спортсменов или меня кто упаси господь никто не смотрит смотрит обычные люди которые хотят научиться ловить фидером и получается это удовольствие и когда им там начинает начинают загоняться к узко специализированные какие-то дичайшие вещи которые работают в одном водоеме и это то это вредит я был на кубке сенсос да в москве вышел с двумя нулями ну тяжел помнишь да было дело и меня володя мамынов подходит за дегрит юра блин но вот этот сектор я точно знаю хорошо здесь вот только на 12 метрах есть надо 006 поводок длиной метр 30 метров 50 и один мотылик желательно маленький так вот ловись леща спасибо володя иди отсюда лески тоньше 01 вообще нет никогда не заказываю не использую вот это специфика места ну и ты представь посмотрел человек такой вот рассказ о том как ловить огромных крупных лещей на там на джокера на поводке метр 50 из 006 лески пришел взял фидер сделал так что он получит ну это конечно крайний случай но вот в принципе вот суть такая то есть ты из и ты противник того чтобы вводить заблуждение аудиторию любоприболов любителей спортивными плюшками да я я я не то что противники этого ярый противник в своем самым популярным видео игры что видео многих рыболов спортсменов которые забывают в какую аудиторию они дают свой материал оно вредно оно не полезно оно вредно а скажи вообще сами спортсмены по твоему разумению вообще хорошо понимают что они делают ну я имею ввиду что есть спортсмены у которых есть обоснование их действий то есть они могут сказать я сделал это потому-то потому-то и потому-то и в этом есть резон а и спортсмены которые например слава понимают почему не так делать они это делают потому что они где-то увидели услышали вот ты сам вообще как за спортсменов в этом плане думаешь им не вредит эта информация сейчас такое огромное количество спортсменов на самом деле и в ю тубе все больше и больше появляется и я думаю что многие не понимают о том о чем они говорят но и о том как ну знаешь тут сложно судить а многие понимают кстати многие ребята очень толково все расписывают а многие ввиду своего косноязычия там маленького словарного запаса понимают ловят офигенно но рассказать так чтобы человек понял что и почему не могут такое тоже есть а многие слова блудят в кадре чтобы получилось красиво а суть от этого теряется понимаешь тут но я не буду конечно это же мои коллеги по цеху не буду разбирать даже ты спросишь конкретно там кто и что говорит неправильно для этого но суть такая чё за вопрос был я на слова блудил просто да вопрос был такой типа ты как вообще считаешь спортсмены сами рыбу ловить умеют а я считаю что многие спортсмен не умеют ловить рыбу слушай я фидером отловил любительским ну скажем не участвую в соревнованиях один сезон мне так офигенно получалось я порол рыбу когда я купил себе платформу я бы два года не мог поймать леща больше килограмма нигде потому что у меня куча дебилизма было в голове который только со временем я откинул я его почерпнул из интернета небось мои фильмы смотрел твои сюда где зубы боба надо бы носить ну это это была легендарная прикормка вообще это был первый раз когда я поймал на прикормку пахнущую мертвыми собаками рыбу теперь ты делаешь такую же только для метода да вообще слушай вот вы с волос с юрой прям вообще ворвались нормально в этот фидерную тему николайка ну да вот и и чаще вы были одними из тех ребят которые которых не спустили не от не моряки я на не расстояние вы приезжали к нам на кубань на соревнования ловили там скажешь и как тебя зацепило флэтом и твои первые впечатления так это это вообще крутая история я сижу вечером за компом и смотрю анонс турнира я не помню какой он по счету был какой какой этот был это был шестой шестой уже там я конечно все это видел и сижу и такой думаю блин это уж как-то нам интересно а у нас уже рыбалка закончилась практически я такой юрий звеню крию юру привет здорово я тебе скажу одну дебильную идею а ты мне отговорить там как обычно у нас происходит поехали на кубань на флэт фидер поучаствуем такой смысле игры ну я посмотрел самолет из минска прямой полетим там пацанов попросим такой подожди наташа слушай я с лесовским там октября какого-то или ноября что-то было да это конечно ноября будет 20 ноября можно на кубань на рыбалку съезжу да юра поехали все нормально покупай билеты и я потом уже серега дай мы что там самолетом не проведем взяли по пару палок полетели бэкфиша словили тогда на турнире это не мог докинуть туда куда надо мне там что-то ты а ты мне там палки какие-то давал с лесками набросай ты добросишь я там своими этими клешнями не могу не получалось здесь мы словили бикфиша нам дали тогда от хаус бт мобилки нам дали тогда бабки мы забили мы же это играть так на всей и на бигфиш скинулись и там и все и мы короче отбили прикинь по ровным бабкам отбили весь этот вояж и это было просто фантастически здорово вот ну вот так вот она рождается а потом зацепила и потом начала вести секторами как с первым там на михайловке когда мы вас дрюкнули можно говорить дрюкнули да конечно даже можно говорить даже можно говорить повезло секторами повезло секторами просто во флотфитерной теме запрещена карповая балалайка про ветер и сектора вот поэтому ну ты можешь говорить реально повезло потому что нам не отрезали эту бетонную плиту до которой 70 метров и мы приедя приехав туда с двумя килограммами корма сухого двумя килограммами бойлов и баночек насадок отловили весь турнир заняли второе место да вы здорово тут играли рыб красивых поймали да 13 160 до сих пор вот мой рекорд там по карпу ну классно было это вообще классная движуха флотфитер у нас сейчас беларуси там замучивается будет тоже на михайловке этапчик доносмора значается это здорово это реально здорово словить на фидер крупную рыбу трясущимися руками бережно с ней обойтись фотографироваться это просто это просто суп а а чё юрчик так как юрчику то самому понравилось а он же это ему лишь бы на диване не он сейчас каждые выходные 300 километров едет чтобы полдня половить форель и потом 300 обратно ух ты это где он там так рыбать а у нас там есть такой хозяйство там такая лужа маленькая сейчас за рыбой он говорит я килограмм сто словил вот вот на этих выходных там периодически зарыбляет он ездит ему лишь бы на диване лежать у него поводки уже к сезону навязаны снасти все готовы все у него супер юра николаенков это мой вообще мы знаешь ему ну как бы уже все-таки 55 если не ошибаюсь мне там 31 да это такие закадычные друганы что просто и у нас все так в команде все подбираются по душе по личностным качествам конечно смотрим кто толковый я один год был тренером в своей команде я на первый этап приехал тренером они там тренировались тяжелый был год на самом деле я приехал такой по зоне прошел оп просто знаешь такое а что за пацан а это женька ридель который в следующем сезоне у нас чемпион беларуси там и все а его никто не знал я просто увидел как человек работает с удочкой работает с прикормкой работает в туре пять минут посмотрел и говорю потом вот это вот пацана женьку ридель надо с ним познакомиться горю посмотрим как если он захочет его берем себе это пять минут я посмотрел на человека потом пообщались казалось наш врач у нас врачей много я майский ридель и у вас в команде столько врачей плюс есть опытный повидавший жизнь юрчик николан да и у вас сухой закон да но он иногда от меня какие-то они настоящие не кайф сухого закона в чем что его можно отменить потом 5 принять ну то есть а по сути большую часть времени ход действует не но это ну правильно вот это вот раньше помнишь было негласное правило на фэм пить можно пьяным быть нельзя но это самое главное вырежешь потом постепенно просто это не до всех доходит и часто организаторы об это ломают копии поэтому везде надо прописывать что употребление алкоголя запрещено категорично но ты знаешь меня больше смущает в этом как бы употребление алкоголя в том плане что я просто боюсь как мужчина у нас матерые все собирается я просто боюсь что от этих лошадиных доз просто кто-то скочурится рано или поздно бывает такое прямо у меня на турнире я этого прям не хочу вот по серёжу от алкоголя нет алкоголя но были инциденты ты знаешь вот хорошо все обошлось слабо но в то же время в глубине конечно же возникает гордость что люди конечно могут ставить рекорды книги и это радует слушай но давай за вашу команду поговорим давай давай это интересная тема значит у вас есть тренерский организаторский штаб скажем так менеджментом который занимается да вот и у вас есть непосредственно полевые бойцы бригадные полевые банд бойцы у нас есть еще суппорт так скажем знаешь это ну я играл в компьютерной игре чак шульдингер шпилил на гитаре но там настраивал на другой чувак у нас тоже такие слава богу это ребята интересуются и они в команде нас там в чатике 18 человек это фидер бай сейчас там еще еще с нашими друзьями другой фидерный клуб ромашка это там вообще куча человек которые едины по духу и по идее что надо как что и как надо делать и так основной состав те кто дерутся в этом году будут драться матюшков лисовский майский ридель такой сильный состав с одним якорем в виде меня скажи пожалуйста мистер якорь а если нужен был пятый как то у вас на примете но у нас есть у нас не то что на примете у нас есть сашка ширко который но там по своим по своим делам в этот год не может участвовать пропускает у нас есть юрка николаенков который всегда может сесть без проблем отловиться и даже удивить многих у нас есть там новые ребята молодые которые тоже уже к нам примкнули с нами готовы драться глубоко грубо говоря мы можем сейчас на сегодняшний день учитывая что есть еще фидер бай клуб такая команда тоже наши друзья клубники которые горды и мы горды тем что они назвались попросили там можно мы будем как мы же друганы давние можно будет же фидер бай клуб да еще одна команда дружина еще одну то есть у нас хотя мы в туре конечно будем рвать и метать соседа с командником никогда не сядешь но есть друзья мы можем там две-три команды выставить фидер байкс неплохо целая нет дефицита кадров и нету понимаешь нету чего нет вот этого тупого стремления что я буду ловить полюбасу даже смене получается уже в команде потому что это грубо говоря заплатил за мотыля ну у нас такого таких вот нет по твоему усмотрению по твоему пониманию республики беларусь сейчас фидерная движуха на подъеме фидерная движуха на подъеме любительская фидерная лига турниры любителей фидера еще на большем подъеме там у них регистрация за час заканчивается там на 60 70 человек оттуда люди придут в спорт и я считаю что белорусский фидер очень сильный час и при формировании сборной команды команды полном смысле этого слова из топа наших по нашим внутренним из нашего внутреннего рейтинга из топа мы можем драться с любой командой на любом водоеме международного опыта как у дураков антиков шутки конечно но он есть мы едем для этого международные на международные турниры мы на них выигрываем мы на них проигрываем получаем опыт для этого же я в москву приехал в марины и словил два нуля как бы ну все же ты понимаешь нельзя сидеть на грибном канале и чувствовать себя чемпионом мира этом и ездить каждую неделю нельзя сидеть подмосковье как у вас называется москва но москва река какие-то вот на нижняя москва где ловится рыба всех чувствуете делать одно и то же всегда и чувствуется там мастером вы кто я 20 раз на рыбалке 20 раз в одном месте резонно что думаешь насчет карповой рыбалки не планируешь в классических карп фишинга как бы кишка тонкая не умею я сейчас во флэт фидер хочу просто ваньку любина из команды солнышко такой когда некогда и может сейчас легендарной белорусской во флэт фидер перетянуться на такой классный чувак самый опасный белорусский белорус запрещает не мобилой пользоваться вообще вам и ездили вот вместе на карповые ездили ну прикольно так половили я хочу чтобы он во флэт фидере у него нестандартные взгляды и абсолютно свежий ум то он лихо играет он фон в карп фишинге там пришел в принципе к флэт фидеру во флэт фидере пришел ну каким-то идеям нету такого мешай больше кидай дальше вообще у чувака такого в мозгах нет я видел как он ловит карп он здорово ловит карпа у него очень хорошее понимание динамика хорошая ну вот динамичный спортсмен ну вот этих есть просто в каждом способе ловли есть свои тяжелые грехи вот фидере это увлечение волшебством в карп фишинге это это волшебный бой в карп фишинге это вера в сектор ветер и в тактику трех дней вот это вот ну как бы существует кормовое ну просто там за бубонов своих хватает и и всегда спортсмены которые динамичные которые могут себе позволить такую роскошь как взять и все и все поменять мгновение ока в своей игре они всегда удивляют не но в карп фишинге то можно все со старта все запороть так просто а тут надо да у ваньки есть умение что я говорю давай мужчины на своем по карпу я возьму пойлов вареных всяких гречка пельчишка грит мы не знаем что там будет и мы не знали что там будет мы словили 46 карасей и 2 карпа победители словили 3 карпа и караси такие укусные что думаешь о скоростной ловле нынче это тренд есть спортсмены которые готовы если будет была возможность отрезать себе еще одну ногу и пришить еще одну руку чтобы было удобнее ловить скоростную ловлю и ничего кроме как бы даже критерий такой пошел знаешь что мол современный фидерист это чувак который очень быстро перезабрасывает прям с такой скоростью перезабрасывает что ты прям не успеваешь наблюдать за его даже ловли что думаешь об этом тренде ты знаешь это мое слабое больное место я в этом году буду буду над этим работать и я всегда восхищаюсь когда люди умеют ловить быстро ловить эффективно и целевая рыба может быть как показывать чемпионаты мира лишь можно быть д'артаньяном грубо говоря и ты едешь на турнир где есть карпа и уклейка карпа потому что ведь но уклейка его перебить ты можешь быть д'артаньяном сказать приехав за 3 9 земель в ту же португалию не ребят фидер это ж надо к крупную рыбу что мы а тебя просто надрючат все на этой уклейке а ты пытаешься обосновать то что ты ты же приехал бороться да в рамках правил если уклейка не запрещена в рамках правил то на ней надо уметь бороться и уметь выбирать целевую рыбу которая принесет тебе победу если в сербии с 7 метров ловился карась и забрасывали вот так и это было не запрещено там душка значит надо было тренироваться ловить этого карася на 7 метрах кормушкой с трубочкой чтоб она в камне не провалился он там клевал и на нем там феликс там дал такого жару что все бегали держались за голову феликс в африке дал жару 205 рыб и это не уклейка и не плотва это амурчики и карты вот я такими людьми восхищаюсь у меня есть в команде женя майский ширком саша и женя ридель которые владеют этой техникой очень хорошо и мне надо до них тянуться вспомнил сербию когда уважаемый ученик спортсмен стив рингер сидел рядом с сани широко сани ему проиграл густерку которая у него выпала там на педаном начале тура и он подумал блин я ее проиграю и они ловили на 15 метров только этот ловил дай в одиннадцаткой а саня ловил зимиксом рампейжем 150 мне 3.9 на 15 метрах вот это просто машина ну саня это вообще машина у него у него такие шоры иногда становятся он как начинает лупить всем страшно он когда начал второй тур у него во втором этапе чемпионата мира клубного не получалось сначала и потом они пошли там на другую схему и когда у него начало фигачить рыба и он там две сливая мимо заранее а леща так поставил что просто на лупасил там мама не горюй вот он умеет так делать так и и стив рингер на награждение пришел с саша и поменялся майкой я видел что ты творишь ты просто но тип супер и когда на тренировке в италии сидел давай поменяемся за миксами а сани классная палка причем у него вершинки обломаны потому что достаточно небрежные у него просто тюльпан переклеен у него еще жестче палки и он ими ловит или когда того же ну просто наблюдаем же конечно за лидерами наблюдаем стараемся наблюдать когда стиву рингер играет им чувак там на тренировке в италии у клейку вот глупят ребят он берет пытается ловить одну удочку отстреливает вторую засаживает зонтик крючок и горит идите типа я там у меня это но у него не получается вот они к их достоинству к их чести все видят все наблюдают снимают на видео и анализирует любую ловлю и возвращаясь к вопросу нельзя на эту ловлю говоришь это пиписочники как там еще называют ну матными словами нет если это разрешено в этой дисциплине так надо уметь словить и так и так если ты не умеешь ты слаб у тебя слабая у тебя ахиллесовая пята она есть у каждого но у всех по-разному сколько ты больше всего ловил рыб за час а у меня мало я не умею 53 по-моему 53 плотвы до 53 плотвы весом по 600 грамм да не вес средний вес был если я не ошибаюсь от 45 или 45 50 грамм слушай ну давай тогда поговорим о прошедшем недавно чемпионате мира в южноафриканской республике и я вам сейчас расскажу как многие блогеры почему все русскоязычные там шучу но было там такие вопросы были но давай рассказывать что ты знаешь рассказываю я честно провтыкал пол турнира провтыкал был занят другими делами увидел жеребьевку увидел таблицу увидел результаты тренировок позвонил двум друзьям туда-сюда услышал и дальше не следил потому что приблизительно знал что будет уже знал что будет твое мнение мое мнение но спрашивают меня часто в личку пишет знаешь люди которые далеки от спорта не видят что я спортсмен видят меня нету сборной а почему никто не знает и пишут а почему ты не участвуешь я не участвовал и мои члены моей команды ни один участвовал потому что мы пропустили прошлый чемпионат республики беларусь и просто не имели права ехать сборной нас не было в рейтинге пропустили объясню почему потому что мы готовились к клубному чемпионату мира отдали приоритет и отдали чемпионату мира в италии на которые два чемпионата мира в том году съездили было очень интересная рыбалка мне наблюдать за той конечно скудной скудном количестве информации но слава богу же стримы там появляются их можно посмотреть мне было наблюдать очень интересно и сидя на диване анализировать как диванный аналитик было интересно и была бы у меня такая возможность я бы с удовольствием поехал я пробовал ту рыбалку на себя на себе у нас лучше всех выступил дима ползунов очень хороший спортсмен который умеет ловить рыбу быстро умеет ловить рыбу много который на грибном канале уклейкой обыгрывает лещей иногда плотвой и лещей он тоже умеет ловить он сыграл 3 и 6 это лучше он сборной он 15 в мире стал в первом туре 34 900 у димки улов это была темповая ловли некрупная рыба в которой ничего особо сложного в принципе нету некрупная рыба там карпик и амурчик выбор прикормок там просто одна прикорма одна прикормка выбор насадок там просто там две насадки червь который потом мало кто использует одна прикормка одна насадка ровненькие ровненькие плавно уходящие на глубину полтора метра на 70 дистанции рельефчик и лови и масса масса рыбы приоритет конечно та которая давала это не крупная рыба и она добавить все супер рыбалка самая спортивная что у меня есть шансы у всех одинаково чего не хватило да можно сказать что россия беларусь украина выступили достаточно одинаково достаточно ровно я считаю что похуже потому что во втором ту во втором туже между на 15 белорусская сборная опустилась во втором туре плохо после первого тура после первого 9 то есть если украина россия прибавили то мы убавили но не мы а наши ребята ну потому что состав сборной был очень ограничен маленький не было помощников не было тренировок нельзя сказать что это выступление было удачным то есть фееричным нельзя сказать что это выступление было фееричным а мы все ждем от команд от наших когда они едут играть мы конечно ждем фееричных убедительных побед но в первую очередь или же мы ждем каких-то невероятных камбэков в случае если что-то сразу не получилось но однозначно в рыболовном спорте мы ждем всегда чудо вот как думаешь по твоему мнению чего не хватило всем всем что такого не умеют делать бывшие сэсеровские граждане что умеют делать те же самые предположим галантцы или венгры или итальянцы на которых я кстати вообще близко не ставил нет итальянская сборная то что они в италии улетели это совершенно не показатель это очень сильная сборная с очень сильным тренерским штабом не хватило всем я не знаю мне кажется ход на крови от венгры абсолютно спокойно там уж вышел горит ловили ловили рыбу как ловим дома нормально на здесь так ловится все ничего сложного все просто и там действительно все просто ну конечно глядя уже теперь назад анализируя казалось что все было дико просто и те кто прошарил те сделали камбэк но я могу сказать если строить то что было сейчас это что было в 2013 году уже на африке так один это кардинально две разных рыбалки но может быть да но это разные части водоема разная рыба мелячок на котором мелкая рыба там поглубже там так понял крупнее было рыба на нее ставку разная активность смена погоды там ливни прочее не с физическом плане это рыбалка очень сложная а в плане если разложить вот отделить зерна от плевел по рассказам те кто отловился хорошо по раз по интервью тех кто победил то все было на самом деле просто знаешь как дойти до простого будет очень сложно то что некоторые идут от точки а точку было так тупо как бы и у них нет других вариантов а некоторые идут вот так вот так вот такой вариант сюда зайти если и вот туда прийти вот вопрос сборные выбрали какой путь рыбалка тупое вообще мероприятие это человек против рыбы что может быть тупее тут не надо начинать спортивное собирание выползков на скорость хорошая дисциплина хорошая слушай ну по твоему я считаю что в рыбалке чем проще тем лучше вот и все по твоему осуществлению результаты этого чемпионата мира по фидеру является объективным показателем реального уровня команд на дальнем на момент или все-таки специфика водоема дала себе знать но как можно не учитывать специфику водоема она всегда есть и кому-то это рыбалка более привычная кому-то это рыбалка совершенно дико кто никогда так не ловил как например многие наши так никогда не ловит кто-то ловит для кого-то это обыденно но чемпионат нельзя сказать у тебя никто не выиграл кепку и кружку никто не угадал мне все потому что я в том числе там на юар поставил это какой-то дизелью занимались потому что им сложно так ловить я считаю что каждый чемпионат мира уникален и он расставляет команды по уровню их мастерства подготовки серьезности отношения к делу с учетом того водоема который из тех условий которые если она расставляет просто своим местам это все кого на этом турнире ты ожидал большего однозначно больше от немцев я ожидал от немцев намного большего и очень я по моему даже их написал тройки я очень конечно расстроился почему ну там что я не знаю что не пошло так к сожалению из-за языкового барьера с немцами не общаюсь не имею такой возможности но я думал что сборная германии очень сильно в следующем году чемпионат мира где напомню во франции во франции у вас есть планах отбираться и у нас есть планы да в этом году в нашем чемпионате выступить лучше чем мы можем и иметь возможность поехать полной бандой на чемпионат мира во францию показать высокий результат нас высокий результат белорусской сборной был дважды португалии пятое место и в сербии пятое место это был результат сделан когда поехала поехал сработанный коллектив команда в первом случае это была команда фидербай в сербии когда мы имели подошли серьезно съездили на пред турнир серьезно там поработали заняли пятое место какие-то там если смотреть таблицы там 150 грамм там от третьего места нас по сути там отделила в одном в одной зоне там чтобы мы заняли третье место 150 грамм рыбы там знаешь ну то есть имели могли туда впрыгнуть понимаешь и второе когда поездила другая команда в португалию тоже пятое я считаю это высокое место я считаю что должна ехать на чемпионат мира команда единомышленников то есть ты такой же не сторонник сборных тот и я понимаешь сейчас очень много формирования сборных посторонних факторов иногда вмешивается коммерции личных амбиций не подтвержденных высокими результатами и прочего и иногда сборная имеет два полюса они там с одной команды между собой но это сборных сбор чтобы сборная стала побеждать любом виде спорта она должна сформироваться и очень долго тренироваться притираться друг другу то есть по сути становиться команды ну что юр настало время поговорить о самом главном что есть в жизни мужчины помимо семьи о работе работе ну вообще семьи так не ты вообще как любишь работать или ты обожаю люблю работать работаю всегда когда не сплю ну то есть мысли всегда связаны с работой понимаешь когда работал психи психоневрологическом диспансере на самом деле сейчас оглядываясь я понимаю что там там отчасти работа была достаточно веселая и смешная временами грустная но я оттуда ушел тогда когда у меня пропали мысли об этой работе я начал думать о другом начал думать о рыбалке я понял что мне это уже не интересно я как профессионал там не состоюсь потому что грубо говоря сидя на приеме там у меня там лищи в голове клюют там загибают вершины а сейчас я совершенно счастлив если расставить приоритеты то у меня это на первом месте семья конечно втором месте рыбалка и работа рыбалка работа работа рыбалка которые вот так вот связаны это супер я очень горжусь этим у меня достижение в жизни самое большое что я живу без будильника будильник нужен только для того чтобы на рыбалку не проспать слушая с точки зрения вот психиатрии у увлеченного рыбалова есть какой-то диагноз на прямом есть диагноз какой-то у всех ну вот у этих фанатиков которых все знают у них там вообще там реально клиника у многих но ты можешь как-то красивым словом это каким-то термином на латыни обозначить не не буду обозначать дабы никто не обиделся но это люди да больные и я в том числе волен рыбалка есть такой канал олега ивановича да теперь это правильно такая болезнь тоже есть рыбалка когда она в кайфе когда она не вредит другой жизни человека другим сферам жизни это супер потому что некоторые больны рыбалкой настолько что там и семьи распадаются из этого спорта нынешники кредиты на палки в банке берутся на это патология очень серьезно у тебя с этим проблем нету супруга поддерживает тебя поддерживает я шел вот на работу и говорю боссу верю босс я вот ты меня пойми у меня есть заработная плата так это я не хочу тратить ее на рыболовные снасти и прочее на рыбалку то есть ну давай такие условия есть вот такая зп есть там по снастям допустим какое-то обеспечение и эти снасти там не только нашей фирмы снасти с галоки и тем не менее этом с осенью за свои бабки там 8 спиннингов уже купил стоит попробовал первый раз славить на спинку меня уже 8 штук с катушками слушай как ты думаешь вот свое время мировую вообще рыбалку уделил фидер удивим как будет этим в разрывом и всем появлением вот как ты думаешь если шанс ближайшее время нам удивиться еще чем-либо вообще в современном рыболовной индустрии или это будет уже просто поэтапная постепенное продолжение уже существующих традиций или же есть что-то что может возникнуть и снести всем башню да такие штуки есть я им ими там восхищаюсь искренне это хиробуна но в наших условиях поле на хиробуна наших условиях и очень крутейшая штука микрофишинг некоторые сейчас называют называют теме видел такой когда такая маленькая палочка и там в городском водоеме там какой-то под бетонным под камушком какой-то ловить шип этих шиповок на поплавочек вот это кайф прикидываю себе соревновать чемпионат мира по микрофишингу в минске там на комсомольском озере вперед там и все там камушки облавливаются это крутота минимум снастей очень забавная интересная рыбалка но традиционные видишь к чему приходят традиционные сколько там поплавочных чемпионатов мира под 70 под 70 штук фидерный только девятый то есть в масштабе традиционности фидер это новая волна это круто и это показывают и продажи и популярность растущая и количество любителей спортсменов ну нам как бы в фидере работы еще много нам надо еще смоктухи и колокольчики все перетянуть а это сейчас 80 процентов наших рыболов ловит еще на тесность можно рисовать мне картинку чемпионата республики беларусь по фидеру 2048 года 2048 года ну такой короче я старый очень старый сижу на платформе которая левитирует над плиткой в руках я все думаю юра николаевка в той же паре юра юра выглядит моложе меня сидит рядом потому что юра там 50-му году уже там вечную жизнь обещают для тех кого есть бабки то есть молоденький юра с новыми органами там приехал напечатанными на принтере такие я вот жду и жить все технологии там углы углепластик это там это такое дно сейчас настолько материалы есть более крутые прочее когда можно когда будут мотиве дыра бесконтактные бланки да 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 кольца там никаких лесок и там прикольно но вот у меня есть друзей там мечтать это же всегда хорошо там мишка мечтает там блин когда сделал такую фигнюк ты пришел отдел очки и видишь под водой ну вода уходит как бы ее не видно там где рыбы где какие рельефы вот это придумано это форелевая рыбалка в горных рыбах ты видишь всю рыбу не ну там в более глобальном масштабе чтобы просто там слои выключить воду так рыба такая там 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 рельеф просто слои там включить воду выключить рыбу ну там для понимания того где мы ловим как и ловли ну я думаю будущее будет так стремительно нарастает что это все будет модифицироваться будет вообще круто то дожить бы а представляешь еще будут модифицированные породы рыбы то есть ты можешь ищешь то есть это же китоки специально выведены искусственные эти рыбы у японцев уже плавают в аквариумах такие супер реалистичные они умеют женщин делать такие которые в коробке вот так в такой позе приезжать значит и роботы и рыба у них искусственное плавать искусственные карпы которые могут также искусственно клевать на твою искусственную приманку я только боюсь что 2048 году останется только федерации будут с этими же самыми и судьи и качество судейства у нас беларусь с этим правда у вас четко вообще у нас кстати у нас порядка больше всего в рыболовном спорте по судейству вообще никаких претензий это кстати я должен сказать наблюдение не только моё уровень организации турнира в республике беларусь просто всегда оставляет такое ощущение знаешь приезжаешь хочется сказать ребята обратите внимание больше всегда поставить так пример так есть но на некоторых чемпионатах мира там намного судейства хуже судейства организации всего процесса намного хуже нас пока так на данный момент по твоему ощущению вот белорусском топе достаточно количество команд или все-таки есть какие-то оторвавшиеся лидеры и остальные догоняют или же есть уверенная середина например это я могу сказать о российском спорте россии сейчас огромное количество региональных команд поднял очень высоко уровень и в целом любая команда может в общем-то неплохо зажигать что у нас команд есть костяк который давно выступает команды формирует сформированные сбитые там они по но я так считаю 5-6 команд страна то маленькая что там наш максимум 12-13 команд но есть 5-6 команд которые очень давно которые в теме и понимают чего не делают и как и вот это да костяк ну есть одна команда к и конечно которая выше все ты жрешь рыбу до соблюдаешь а соблюдаешь нормы было а ну до нормы вылова дело-то не доходит я могу взять одну-две рыбы допустим леща у меня просто доченька очень любит леща запеченного и три года не оторвать поэтому я одного-двух леща иногда с рыбалки могу взять но редко а сейчас вот окуней значит научился ловить на спиннинг сушить и один раз превысил норму серый у нас было двое я раскинул посушила щепкушка ну окунь же это сорная рыбаныш икру карася я надо истреблять я вырежу это не надо вырезать я думал ты свой а ты враг ну сказать карп мне вообще не нравится карпа я никогда не беру и даже не покупаю карпа в магазине там вкус карпа мне не нравится мне нравится вкус копченого леща чего ты там сползаешь со стула вкус сушеного окуня и вкус моих слез о кстати слышишь вот у меня в топе третья рыба появилась это вяленая корюшка я съездил на курскую косу недавно месяц назад я тоже вяленую корюшку и половил там окуня на балду там местные но с местными ребятами видосик скоро выйдет может уже и вышел пока ты там смонтировал интервью и там в местном ресторанчике прям поселок рыбачий не ошибаюсь корюшка такая свежайшая блины не оторвать было там она с икрой такая пушка пашками не мог оторвать но судак судак судак-тудак царь рыбы очень люблю судака ловить не ты ломаешь удочки специально как коля алексеев нет случайно да ну можешь можешь рассказать про свои тупые поломки ну вот такие дальше бывает у каждого у каждого кто сломал удочку хоть раз да по тупому есть такая поломка поломка есть на михайловке поешь я две подряд сломал когда ты мне потом выиграл подарил оставили на ночь похолодало резко потеплело стыки немножко разошлись а мне надо было такое ведро вот на те 70 метров закинуть я беру одну удочку хрячь попала блин не понял она же не летит она на 70 метров это очень сложно закинуть надо я беру вторую хрячь вторая там что-то пал с собанеев 420 вообще бессмертная уточка невозможно сломать полтур камин сотка и потом там же еще что-то надломал мне потом ты там и рейзером подарил как самому горемыки что там это полы а ну а дебильные это когда антаресы у меня были прижатый палкой прижатый кольцом антарес 40 грамм первый заброс ема а как-то одно колено 2 а елки кольцо было то есть на него небрежная перевозка так ломаются что удочки ломаются и хорошие удочки ломаются хорошие ломаются меньше чем хорошие да ломаются хорошие удочки слушай а самый позорный косяк есть какой-то ну вот были турниры за которые тур там ты просто выходишь из тура такой берешься на голову думаешь не да это конечно я просто монстр крафт ты знаешь я такого не припомню прям чтоб я сразу вышел и понял что в потом потом после обсуждения там получение дополнительной информации общения с победителями у меня такое ощущение было что как же почему это не допер чай чаще всего это из-за того что лоб костяной ты сидишь и делаешь одно и то же оно не приносит результат а такого чтоб вышел прям и понял что блин я косячил весь тур такого никогда не было а ты кстати я в москве когда 20 я словил там рыбу все-таки на метам три окуня взвешивать так я просто на этой рыбалке уже в мозгах отчет написал у меня не вкладывались три окуня в мои там строки как я ничего не поймал слушай а ты вот например когда хорошо сыграл к тебе подходят спортсмены спрашивают ты говоришь ну ты все говоришь правда ты пытаешься донести вот бывает человек задаешь вопрос и ты хочешь чтобы рассказать ему ну почему по-настоящему ты сыграл хорошо или же ты оставляешь при себе информацию конечно всем не делюсь но у нас в команде раньше когда была эра вот писать отчет и помнишь она закончилась к сожалению пару лет назад печатать фотографии красиво вставлять подбирать я всем своим сказал или пишем правду или не пишем то есть не правду не пишем потому что мы по своим отчетам потом читали там составы своих прикормок когда забывается знаешь не вели еще дневники а сейчас если подходят снова смотря кто подходит есть люди хорошие которые с тобой делятся информации которые тебе когда-то помогли или помогут ты видишь там разобраться в чем-то есть люди не она нехорошие кстати не подходит нехорошие что не подходит они даже не здороваются есть у нас чтобы вы понимали есть спорт такой да вот фидерный в республике беларусь есть фидеристы в республике беларусь есть среди них те которые там с чемпионством не подошли даже поздравить и не поздоровались будучи там же на грибном канале почти конкуренты хотя ловили бы ты исполняешь на тренировках что ну я имею ввиду вот эти а типа притворяться туда вот там типа трусишь рыбу там не не занимал возишься мне честно не занимался я занимался всегда одной темой когда мы понимали что рыба клюет и хорошая и там есть все динамика по ней как ты любишь говорить я пытался там увеличивать динамику да там вплоть до того что там клюет лично полтора килограмма ты удочку впрямую вместе с леской и прямотоком фигачишь этого леща себе на катушку сойдет не сойдет проверять как можно так у нас была фишка с мелкой рыбы с уважением когда удочка поворачивается лесом прямую линию прямая и ты просто мотаешь не останавливая чтобы рыбу до себя домотать это не сходит чем вот это когда она когда-то ищут такое сделала а прям вот так что типа у меня клюнула и там резко дернул чтобы стряхнуть не ну рыбишь больно это же крючок конечно кто-то потом рыбу с крючком будет есть я просто были такие реально однажды карповые соревнования проводились на водоеме с которого потом черпали и продавали людям и там были группа рыболов которые спускали рыбу обрывали крючки там заглоты у карпа я прикидываю кто-нибудь купит потом будет не дай бог поранится или внутри крючок у карпа найдет скандал бы это как у меня одна была пациентка которой банки гречки попалась одна перловинка гречка с мясом типа тушенка готова и там одна зернышко перловки и попалась там были кляузы в министерство продовольства президента и проще что это несправедливо и после этого министерство продовольствия решила что она твоя пациентка нет она до этого была пациенткой после этого ей в завод выслал три банки тушенки стеклянные в качестве компенсации одна на почте разбилась потом понесли депеши на почту и проще она знаешь когда улетают от наших пациентов все депеши они потом у нас концентрируются мы все сидим читаем и разбираем что с ней делать там такой характер у человека банка разбилась почта расследование проведите как ты считаешь ты проницательный человек но вот ты читает читаешь настроение состояния людей замечаешь больше чем они пытаются внешне ну мне хочется так думать мне так хочется думать часто это подтверждается но постфактум и все-таки у меня опыт есть какое-то общение с людьми когда дичайшие в течение там даже трех лет приемы какие-то по 70 человек день каждый со своей интонацией свои проблемы с центом этим немножко это дало я считаю ну так и получается что я могу чуть раньше человека раскрыть на увидеть его намерение его вообще что у него в голове чем другие и мне так хочется считать поэтому на шаг вперед иногда у нас получается часто получается шаг вперед вашей команде три медика специализация у тебя рача да ты психиатр женя женя врач мрт так держи не 1 диагностика до и женя среди там что-то санитарно-гигиенический факультет вы умеете вы сможете оказать первую помощь во время соревнований запросто и бывало не раз бывало кстати врачебная помощь майский после чемпионата рб открывает багажник достает четыре десятка яиц сосиски выставляет эту и всех кормит сосисками жареными яичками салом нарезанным луком но людям надо восстановить силы и на кубке дружбы такое было так я понял кому подходить это завтыки подходя потом приехал к антоха ко мне мой друг из москвы тоже врач мы рыбали ли очень прекрасно там большой компанией и чё-то антоха блин не домой надо ехать такой антоха еще давай пару дней поясню не швы снимать только наливай здесь 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 какие-то огромные там про вот такие вот швы майский там с подручным с этим с экстрактором рыболовным с рыболовными ножничками поснимали все как новенький пошел неплохо а кстати ты почему бороду сбрил а потому что про майка про майского вспомнил у него такая борода хороший он тоже кстати сбрил прикинь вообще кошмар у него такая была реально как у бомжа стадия следующая волшебник уже была самая крутая стадия бороды а у него была уже стадия бомжа и он ее состриг а у меня просто ну такая не получается такая красивая как у тебя так не носи красивую носи как некрасивую как я а как некрасивая это у меня подлое она часто получается потому что я достаточно небрежный человек и к себе это там ну жирные волосы бывают там иногда еще что-то и иногда там уехал нету станка с собой сейчас кстати тоже не взял через четыре дня что-то будут какие-то такие эти твари торчать дикие колодки да ну если саша даст пострих побресили куплю одноразовый но не слежу а это кстати очень важно и это людям людей некоторых провоцирует на гневные комментарии а то есть тебе тоже писали сказали сходи в барбершоп те слушачок не писали ты чмо но там ты там вообще там чмо ты там посмотри но и таких комментариев было много когда вид отличался у меня от привычного до от среднего по обществу этом косичку кто-то там заметил наш были длинные патлы но потому что тяжелую музыку как бы слушал и сейчас слушаю и мне захотелось однажды вообще их состричь но было жалко все я стал такую косичку там было там не до задницы такая узкая такая наш мышиный хвостик перед свадьбой только состоит ум и там кто-то там заметит ой там как бабы там эти комментарии хорошо у меня при модерации и как бы психологическая устойчивость к такой фигме там кнопочку так заблокировать запретить доступ к каналу удалить комментарии чпент все забыл потому что там ну когда обоснованная критика она может быть даже с матами она но ты давишь что человек адекватный ты это пропускаешь ты на это отвечаешь по возможности когда она такая просто ты ты дебил все . ну зачем я тебе дебилу нужен запрещу к тебе доступ к каналу или у меня там один был тренд знаешь когда время находишь одобрить комментарии за заходишь одобряешь бывает долго не одобряешь там неделю я захожу и от него там потом ах ты забанил мой прошлый комментарий потом следующий ах ты меня там забавил у меня четыре аккаунта и чувак борется это там там где никто не видит знаешь между стенкой комментариев мной да и одобрение он там аккаунты создает что-то там пишет какое я чмо то вообще со спокойной душой не буду нервировать человека ты слушаешь тяжелую музыку у меня кстати тоже в свое время были длинные волосы и я слушаю ее до сих пор поделись с топом своего плейлиста по направлениям или по группам да вообще да у тебя сильно поменялось это все их никто не знает группы это знаешь как и утят и там что-то запостишь что это вообще откуда на у меня на первом месте я давно и очень внимательно слушаю такое направление как техникул брутал без металл это сложное название это группа типа дэс родоначальник некрофагист тот же попсовый каннибал корпс там но вот это потом отдельный сегмент это doom metal там с модификациями там des doom metal оголочь моя любимая группа такая есть английская американская хорошая группа ну и в этот как-то тра-та-та-та тра-та-та-та ну современные тренды тоже слушаю серёга на как без этого меня смотри растет допустим ребенок и 3 года там если я там буду слушать отстой какой-нибудь там 91-го года выпуска всю жизнь там. Она ко мне потом придет, мне будет что-то рассказывать, и я скажу, кто, какой. Как их зовут эти? Малое любимое моя песня. Little Big, вот, сейчас, Little Big. Я там слушаю поэтому Грибы, там, я слушаю там Макса Коржа, там, потому что он мой земель, там. Это я все тоже слушаю. Ну, на самом-то деле ты начал с группы Деса, я скажу, что это фундаментарная группа для многих ценителей. Ну, это, да, это ты что? Ну, мы же кучковались в детстве по этому принципу. Кто рэпер, то металлист. Там люди там дрались на этом фоне, слава богу, там меня не били. А может били там, не припомнишь. Что считаешь, современная культура катится к чертовой матери в пропасть? Туда же, куда вообще в ту клаку, куда и все общество современное катится. Это просто сплошной гедонизм, в получении удовольствия ничего не делая, в жизнь не заслуженно, не по средствам и не по уму, и как бы это все туда катится. Это нормально. С нас формируют там общество потребления тупое такое все, которое... Тра-та-та-та-та. И все 160 миллионов. Тра-та-та-та. Выход есть? Выход, да. Наслаждаться своей собственной жизнью, не учить никого жить, учиться самому и наслаждаться тем, что у тебя есть. Самые долгожители, кто... Люди с низким уровнем притязаний, для которых там еда, крыша, это хорошо. И в этом кайф-та, действительно. Тебе вообще как ты себя ощущаешь? Тебе много порою надо? Или можешь себе позволить удовольствоваться? Не, ну мне хочется некоторые вещи, которые я не могу себе позволить. Но не до той степени, что я, вопреки чему-то, пойду их себе приобрету. То есть, ну, есть семья, которая есть в своей потребности. А есть мое желание там на 8 своих спиннингов поставить там, допустим, что-то стелы. Ну, я понимаю, что тут нафиг не надо. Страдик купил хорошего уровня катушка с Сиайфо. Классная легкая катушка. Кручу. Хотя там у кого-то стелы. И у людей, у которых стелы любят. Блин, нафиг, нафиг купил эту стелу. Ну, есть катушки, которые делают то же самое. За меньшие деньги. Поэтому, да, хочется чего-то. Иногда, что себе не можешь позволить. Но так подумаешь, ну да, хочется. Хорошо. Плохо, когда ничего не будет хотеть. Тогда начинается самый большой гемор. Там есть, ну, так повезут. Повезло. И есть в окружении среди знакомых. Там очень богатые люди, которым все время хочется, и они кайфуют. А есть, которым уже ничего не хочется. И не знают, как получить кайф. Такие, блядь, темы заунывные ты выбирай. Да я не знаю, что-то смотрю, ты так как-то органично на них отвечаешь. Вот. И я подумал, а не покопаться ли в твоей заунывной заунывности. Заунывности. Не, ну сейчас там, смотри, сейчас там понаписывают Stradix 4. Ты ж, блин, он стоит там 250 баксов, нифига себе. Ну да. Лисовский ни о чем не мечтает. Я за два месяца смог себе его там позволить. Тем более, мне он стоил дешевле, потому что я в рыболовном бизнесе. Не надо комментарий про срочку или подсрочку. Это секрет. Ну что, современный рынок очень сильно зависит от интернет-продаж, и поэтому я даже уже не припомню, когда среди моих знакомых кто-либо покупал катушки в магазинах. Ну, я имею в виду напрямую спортсмену. Да, япония, ассалай. Ну да, посредничество надо искать дня. Ну что? И тогда вообще все загнется и будет тогда все будет напрямую с Алиэкспресса покупать с Алибабы или что-то там с кэшбэком. А поспили рекламируешь кэшбэк, Серега, эти карточки на Птенков. Не обращался к тебе? Слушай, ко мне постоянно обращаются рекламируют то водку, то табачку, то какую-то еще фигню, то какие-то фонарики. Но мне, честно признаться, настолько лень этим заниматься, что, ну, наверное, это неправильно, а я, возможно, не зарабатываю свои деньги, которые там имеет смысл зарабатывать. Но как бы я не скажу, что у меня много денег, там, у меня просто многое не надо, поэтому я отказываюсь. Я лучше это время потрачу на... я буду играться со своей морской свинкой лучше. Ну да, или в компьютерные игры. К сожалению, в компьютерные игры уже давно не играю, а ты, кстати, подкибериваешь? Я в компьютерные игры играл последний раз в университете, и после этого один раз я играл в... Один бой мне дали поиграть в танки, потому что я не знал, что такое танки, танки, шмоды. Ваш национальный продукт, можно сказать? Ну, танки национальная гордость у нас в команде Мишка Живец, который в танках, который придумал танки, прям так скажем. Один из тех, кто придумал танки. Поэтому я сел, сыграл в один бой, врезался в кого-то и взорвался и сказал, ну классно, прикольно. Но раньше увлекался. Ну, до середины университета. Расскажи... Расскажу. Расскажи такую вещь. Вот я сейчас наблюдаю на небосводе рыболовной индустрии продукты, которым... Я не знаю, насколько ты причастен. Мы с тобой слишком редко видимся, для того, чтобы я был в курсе всех ваших нюансов. Да. Что это за лабиринт фавна? А, ты про фильтр концепта, про логотип. Да. Основная идея, какова? Что вы хотите сказать этому миру? Ну, основная идея такая. Компания Салма, в которой я сейчас работаю, изначально и как-то долгое время ассоциировалась больше со спиннинговой ловлей, потому что это начиналось с изготовления приманок и прочее. И на этом растущем, стремительном, убегающем вперед рынке фидерный ассортимент был откровенно слаб. Хотя там были достойные вещи бюджетные, на которых до сих пор зарабатываются деньги, которыми люди ловят, не парятся. Те люди, которые не знают, кто такой Попов, кто такой Лисовский, кто такой Стив Рингер, знаешь, таких же 89,9 или 95 процентов рыболовов. Вот и все. И однажды просто ко мне обратился руководитель компании нашего подразделения белорусского Андрея Стогначева, директор наш, и сказал, я хочу, чтобы ты работал в нашей компании и участвовал в создании этих продуктов. Именно фидерная, узкоспециализированная направленность. У Salma Group есть несколько брендов. Lucky John спиннинговая, тоже подбренд, Norfin, это одежда, и сейчас формируется фидер-концепт. Кобра Крючкова, тоже наш бренд. Сейчас формируется фидер-концепт, как громкие слова. Просто как выборка всего того, что нужно. Потому что, знаешь, когда бренды чисто фидерные, чисто карповые, там есть в ассортименте много того, что не нужно вообще никому. Тебе-то нужно этот магнит для Зикрига на палочке за сумасшедшие деньги, да? А там обычным людям это нафиг не надо. Поэтому у нас главный, конечно, вдохновитель всего фидерного движения, Норманд Гробовский, медийный человек, очень известный и уважаемый. И вот я сейчас там из тех, кто может на что-то повлиять и может подсказать. это огромная масса предсерийных продуктов, предложений от заводов, в том числе от тех, где уже все делают одно и то же разноцветное. И если это нужно, это у нас будет тоже разноцветное, там, по конкурентной на рынке цене. Поэтому у нас потихонечку, помаленечку, вот на этой выставке достаточно много новинок, и на будущий год уже компания большая, 30 лет уже компания и существует, и все это достаточно ригидно. Сейчас уже на 20-й год там каталог делается и новинки, поэтому у нас есть свои нюансы. Ну, потихонечку, да, входим, чтобы на рынке представить в каталоге компании Салмы, в которой 495 страниц там сейчас каталог, по-моему, и для фидеристов интересные вещи. И будут, кстати, линеечка, на которой я не хотел, но сказали, что так надо, и от скромности ты не хотел, на которых будет написано мое имя. Имя в багажнике сейчас лишнее. Еще серия не приехала, еще предсерийники, пришлось на выставку предсерийники вести, потому что ты тоже так делал, но ты привозил с грязными ручками, а я отмыл с чистыми, помнишь? Ты точно отмыл, или просто ты их еще не ловил? Отмыл хорошенечко вообще там, прямо даже кое-где пододрал. Я считаю, что мыть удочки это западло. Я тоже так считаю, но для выставки все-таки там и когда будет то имя написано, ты же не придешь с грязным лицом. Можно имя нацарапать с мотылями. На прикормке просто залившее на бланке. Ну, так тоже можно сделать, да. Поэтому фидер-концепт, ну, вот такое название как-то оно родилось не в моей голове, это там, где бренд-менеджер, маркетологи. Я, на самом деле, еще не будучи в компании Салмы, штатным сотрудником, как это принято говорить, потому что я сейчас штатный сотрудник, в штатном расписании хожу в отпуск по графику, как бы, в декабре на 25 дней. не будучи, я уже участвовал в турнамент 130-й, этот мощный такой дрынчик, это как бы даже из-под меня вышло, как бы, привезли бланк, мне показали, сказали, блин, помоги, расскажи, как, для чего, как надо сделать, чтобы было сейчас. Ну, неплохо. Творческий подход, я так уже понял, обеспечен. Всем, смотрящим это видео, рекомендую. Если вы вдруг по какой-то причине не купите Zemex, обязательно покупайте FIDER CONCEPT. Хорошая коллаборация у нас получилась, да. Вот. Скажи, мой друг чудесный, как ты относишься к алкоголю? Я считаю, что это зло. И периодически пытаешься его победить, то есть, как бы, уменьшить его количество в мире, чтобы зла было меньше, но не получается. То есть, я понял, что там есть прямая такая зависимость, чем больше употребляешь, тем больше производят. Поэтому выход один перестать его употреблять. Но иногда нужно, потому что бывают такие периоды, когда ты не можешь уснуть от того, что происходит. Это абсолютно неправильно, это ведет к алкоголизму слабых духом людей, когда ты не можешь из-за мыслей, но у меня эти мысли о работе или о спортивной рыбалке, ты не можешь просто уснуть, а знаешь, что тебе отдохнуть надо, тогда можно там 50 грамм, 150 грамм это в компании употребить. Ну, увлекаться этим, конечно, не стоит. Праздник, у меня там праздник был, слушай, день рождения, приглашал своих. Наташка там посуетилась, закупила там, выпили на 16 человек одну бутылку виски. Вино вот так, потом всем еду, вино вручали. Спасибо, что пришли, спасибо, что пришли. Три человека употребляло. Очень суровая движуха. Но тем не менее, люди умеют общаться без алкоголя у меня друг друга. Это прикольно. Поэтому, я вообще против всякой категоричности, и я, был у меня период, когда мне надо было много очень работать, ну, там это после диспансера, опять же, было связано, я там 4 года, вообще там ничего, мне просто некогда было, я тупо работал до 3 часов утра ежедневно, потом спал до 8, до 9, и шел опять на работу, и это без выходных в течение, там, 4 лет. У меня там был отпуск первый, не знаю, за сколько, в декабре этого года, 25 дней, я его провел на работе у жены, помогая ей, там у нее чёс предновогодний был, помогая ей капусту там рубить. Вот и весь отпуск. Иногда надо в хорошей компании, так вообще супер. Ты считаешь, всё есть я, и всё есть лекарства, разница лежит точно. Ты считаешь, что у тебя есть друзья, и ты хороший друг? Я считаю, что у меня есть друзья, но у меня их очень мало, у меня как-то осталось там, не знаю, кого я могу назвать друзьями, тут ну, пальцев хватит. такой, я ж не это, ну, на самом деле, не рубаха парень не там, заводила, не душа компания. Это могу, конечно, пошутить, тонко иногда, если не все поймут, но кто поймет, просто усцит от тонкости этой шутки. Ну, нет, друзья, они, да, друзей много быть не может. Если ты всем друг, то у тебя нет друзей. Честно, самому не скучно? Самому с собой? Угу. Вообще не скучно. Дня два, может быть, три, потом становится скучно, потом мне начинает дико хотеться, если я где-то в дикости, начинает дико хотеться чипсов и мороженого, и посредством этого уже общество и какое-то социальное взаимодействие. Хотя бы с продавщицей. Но не додуматься, ну просто. Не люблю по телефону, не люблю, когда сильно шумно так. Люблю, когда спокойненько. Как у тебя дома, допустим. Причем-то. Прилетели на Кубань, все уже спят, эти бегемоты, которых выбросило волной. Там же крупные все были, ребята. Алкогольной волной. Алкогольной волной на берег выбросила и борщ перевернула на этом. Ты помнишь тогда, кстати, что было? Я приехал. Ты с утра помыл посуду и убрал на кухне за всем этим свинарником. Я когда приехал за всем этим свинарником, вымыл посуду, а потому что я не мог спать, там такой храб стоял, Серега в этой комнате, ну серьезно. Там человек 15. чудовища. Да, чудовища. А и волка влека. Я все весело, я пошел, думаю, пойду помою посуду. Пошел, помыл, что-то два часа пролетело, пока помыл. Этот интервьюер мой выходит, что-то кто-то сделал. Что такое, где борщ? Я ему рассказываю, что там плавал уже, не борщ в этом борще. Я его утилизировал. Серега стал, сварил новый, пока все проснулись. Помню, что-то такая история была. Не, ну это... Все тогда удивил, конечно, приехать по заранку, с утра прилетел на самолете, чтобы убрать в доме, в котором никто... В котором я был первый раз. А в этом доме последний раз убирали перед тем, как мы туда въехали. Можешь посчитать это за прогиб? Ну, а если без прогибов, как считаешь? Наша команда в этом сезоне сможет третий раз победить на Кубке Дружбы? Или нам два раза повезло? Нет, вам два раза не повезло. Вы отлично отработали командой, я считаю. И если мы решим подойти более серьезно к этому Кубку Дружбы, то у вас будет, я думаю, один так точно конкурент. А многие, научившись уже командой, потому что некоторые-то новые втягивались пару сезонов там, что к чему, читали отчеты, где там Лещиловец, прочее, а когда приезжаешь, тебе оказывается, что не все, тогда прекрасно. То я думаю, что посоревнуемся. Ну, как бы, я сразу об этом обычно объявляю, что мы хотим половить лещей там. Мы хотим половить, захотим половить окуня, половим окунь. Тоже прекрасная рыба. На виды. Вот это. А третьей стороны, неизвестно, что будет на канале. Он сейчас закрыт, якобы, потому что у нас вторые европейские игры намечаются, и вроде канал закрыт до июля. У нас там не намечается турниров чемпионата РБ, ни поплавочных, ни фидерных. И хотя он закрыт, сейчас там что-то проезжал вчера Макс и говорит, в палатке стоят, это зимняя рыбалка у некоторых там олещатый. Представляете, что такое на грибном канале, какого можно выдрать, сидя в палатке, покормив там пару дней. Можно всего вынять и выложить вот так поверху по льду, я думаю. И канал для многих не секрет, что он сам по себе подпитки рыбой не имеет, если не поднимают сетку. Минское море, в которое канал впадает, ограничено сеткой, чтобы рыба. Вот когда вот как в этом году была рыба с Минского моря, она отличалась от местной там оседлой. Открыли там несколько косяков лещей, карасей проскочило вот этих диких, которые до кило 750 у нас там кило 750 большой был. Опустили, а рыба там отнерестилась, пошла назад, а назад уже выйти не может. Она там осталась, поэтому ее там стало больше. Как будет в следующем году похоже? Они один год там что-то амуров каких-то запускали, второй год траву утравили чем-то. Ну это режимный объект, там для них эта рыбалка это как бы снять троса, нафиг нам надо вообще это снимать, вон троса плавали. У них там и китайцы, понял, как в этом году? Ох они ленили. Китайцы тренировались, вот это была красота. У них сборы какие-то были, о, прикольно. Ну вот это. Слава богу, что нас туда пускают. И не слава богу, что туда иногда каким-то образом попадают те, кто рыбу вывозит багажниками. Такие случаи вроде бы тоже были. Иногда на соревнованиях видно, что в одном сидят некие люди с ночи. Не знаю кто это. Лезть туда, понимаешь, туда полезешь, тебе туда вообще вот там скажут. Еще умный сам. О, режимный объект. Спорт. Слава богу, что пускают. Ну что, друг мой чудесный. А, подожди. Нам на грибной канал подарили, когда мы выиграли клубный чемпионат мира, до конца, то есть на год, пропуск для рыбалки на грибном канале в любой день, в любое время. И, короче, этим пропуском Саня Высоцкий воспользовался один-единственный, два раза съездил половить окуней. Фиг туда, кто приехал больше. Слушай, друг мой чудесный, я полагаю, что все зрители моего канала от нашего волшебного интервью, наверное, уже устали. Кто-то заснул, кого-то уже там жёны позвали, иди борь жрать, хватит смотреть на этих двух уникумов. На одного тебя же не верят. На одного. Ну, меня, может, покажут еще. Возможно, кого-то и не стало уже за это время с нами, там, за экраном. Кто-то просто состарился. Это нормально у нас Фитербайд этот врачебный такой, знаешь, который такой, да, конченый юмор, он присутствует. Ну что, напоследок, братан, пригласи нас всех в Республику Беларусь так, чтобы нам захотелось приехать. Ну, если вам хочется половить рыбы, посмотреть на чистые берега, на чистые дороги, на чистые города красивых, красивых, жизнерадостных людей, а у вас вдруг в вашем городе таких нету, приезжайте в любой город Беларуси. А все отчеты выборы водоема, выборы точек можете посмотреть у меня на канале, потому что в основном там рыбалка в Беларуси. Всем спасибо, что смотрели. Бороды нету, негативных комментариев писать не за что. И вот той небольшой группе, кто за мной бегает и ставит мне эти от пяти до семи дизлайков под любым видео. Они первые их ставят, значит, они самые мои такие зрители преданные. Вам тоже большое спасибо. Опускайте пальчик вниз, я вас увижу обязательно. Спасибо тебе. Друзья, с нами был Юрий Лисовский, представитель, яркий представитель, прекрасного белорусского республиканского фидера. Да, и просто хороший, жизнерадостный человек. Спасибо, что пришел ко мне в гости. Спасибо, что пригласил и что это с третьего раза у нас получилось. Тогда мы устали после Кубка Сенса с мяса, решили покушать. Потом сегодня первый вариант интервью, ты забыл там кнопку какую-то нажать. Я надеюсь, что что-то интересное рассказал и, конечно, жду притока подписчиков с канала Сергея Попова к себе. Да, кстати, вот этот прикол, знаете, как сейчас все модно. Коллабораж. Коллабораж. Да, 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 да. Друзья, пожалуйста, значит, там нужно звонить в зеленые бубенцы, подписывайтесь вот на канал. Сюда? Да, сюда. На этот вы уже подписаны, да, и ссылочки в описании. Юрий, заходите. У меня вы это видео смотрите, значит, молодцы, что есть. В любом случае, спасибо вам. Буду смотреть за комментариями, если какие-то вопросы есть ко мне, постараюсь ответить, не обещаю, что быстро, но буду поглядывать иногда. Окей. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайк, делитесь ссылкой с комрадами и обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал. Смотрите очередные сюжеты о современной рыбалке. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok